здравствуйте друзья добрый вечер письмецо так на страничку вот с небольшим меня зовут евгений 24 года более 6 лет с 18 до занимаюсь созданием продвижением сайтов реализовали больше сотни проектов десятки на продвижение и обслуживание работаю по 15 часов в сутки почти без выходных есть офис в центре города ростова-на-дону есть своя команда часть штате часть на удаленке бизнес вроде развивается я зарабатываю больше своих окружающих несколько раз но счастье как-то особо нет так известно что не в деньгах-то счастье да это правда чтобы купить нормальное свое жилье надо работать еще более трех лет это если цены не удвоится ну да пока с женой живем на съемной она учится в медицинском институте еще три года осталось знать женат свои 24 года он женат у нее девочка молоденькая еще три года учиться так работает медсестрой уже лет пять очень стати кушер гинекологом как-то для меня это вот акушер-гинеколог через черточку как-то странно я думал что гинеколог это гинеколог акушер это типа как сестра к я не разбирать мне не нравится экономическая ситуация в стране все подорожало на машину еще больше надо откладывать вся техника чтобы развивать бизнес тоже дорожает нужно покупать компьютеры программное обеспечение но все стоит в два-три раза дороже сложно наработать постоянных клиентов делая хорошее качество не люди уходят а их бизнес и просто разоряются им уже не нужны сайты мне не нравится воровство и быдло у нас во дворах поджигают почти каждую ночь машины вырезают фары с машин снимают двери и колеса ведь как разнообразие у нас просто вот дворники воровали если кто-нибудь оставлял ну или колесо могли открутить правда да про дороги и грязь вообще молчу дышать даже дышать в городе вообще невозможно очень пыльно вроде они убирают пыль но как-то не помогает дышать невозможно дороги сделали в прошлом году потратили 1 и 4 миллиарда но шо вы думаете уже все в дырках и где они залатывают а где и так оставляют ну не для того же деньги тратили чтобы вам удобно было это тоже понятно для себя я вижу два варианта развития событий вот это уже мы начинаем интересно либо попытаться потихоньку выходить на рынке европы и сша перетерпеть 3-4 года и купить свое жилье но тут мы пока не понятно нужны ли им сайты из россии пока не понятно либо переждать в сша и работать на крупную компанию переезжать сша но я по сути своей управленец и специалист в области search engine optimization в большей степени по яндекс а с google посложнее но можно научить мне больше нравится улучшать интеллектуальные продукты совершенствовать сайты технологии по продвижению добиваться от сотрудников чтобы они делали лучше и лучше программирование в чистом виде не моё я больше люблю общаться с людьми взаимодействовать с командой направлять на лучше вообще моя мечта заниматься разработкой приложений игр для мобильных устройств но в россии это особо не популярно я восхищаюсь blizzard и apple могу ли я со своими такими навыками и желаниями найти работу в сша и кем я могу там работать и сможет ли моя жена там переучиться и стать акушер-гинекологом или это практически нереально также хотелось бы что вы со стороны представили что вы в нашей ситуации вам со светланой нужно решать уезжать или оставаться проблема еще в том что в россии уже участвуют в трех конфликтах сирия украина армения ну хорошо это было написано некоторое время назад не сегодня неизвестно еще сколько будет экономика хуже и хуже и не дай бог вообще кончится мировой войной ответьте пожалуйста максимально подробно насколько можете ну давайте а чё но мы с удовольствием вопрос хороший ну что ж друзья давайте мы побеседуем над тем о том что нам евгений 24 года из ростова на дону тут вот изложил давайте я может быть немножко издалека начну я когда читал его вопрос я честно сказать за него радовался потому что 24 года парню я начал вспоминать вот как мне было 24 года я тоже был женат работал в конструкторском бюро цкб министерства связи москве и жили мы с родителями вот он квартиру снимает а мы жили с родителями нельзя было снять ничего ну то есть это снять квартиру это было дороже чем от зарплата мы жили мы с родителями в двухкомнатной квартире вот мы со светлой в проходной комнате они там в другой точнее это не я неправильно говорит она не она это уже был кооператив мы тогда переехали родители получили кооператив купили там были две изолированные комнаты через коридорчик я извиняюсь да начинали в хрущевке там это отдельный разговор и вот была у нас комнаткой мы там 24 года у меня же ребенок был втроем мы жили в этой комнатке не то что на машину или там чего-нибудь заграничное там компьютер какой-нибудь или что-то мы были натуральные нищими два человека с высшим образованием вот я институт связи с отличием жена тоже и были мы нищие получал я после института 120 рублей вот надо когда мне было 24 года я уже получал 130 вот значит на эти деньги только что вот удавиться нельзя было а так все остальное значит вот такая бедность была чудовищная когда через пару лет кб в котором я работал там строили кооператив и мы со светланой вступили в кооператив купили там квартиру двухкомнатную в хорошо вам дневнике есть такой район очень хороший там недалеко от москва реки все замечательно денег у нас естественно не было там был взнос 4000 значит наши родители сбросились по 2000 и далее начала стал получилась эта квартира платить за нее нужно было рублей наверно 70 в месяц и у нас не было таких денег наших двух зарплат моей там 130 ее там может быть 110 там 120 не хватало чтобы купить еду и еще платить столько за за квартиру значит нам родители что-то такое там типа полтинничка скидывали вот представьте себе вот насколько унизительно это все дальше я вам другое расскажу но вот я вам скажу то чего у вас нету то есть вы начали тут вот эту историю что быдло ему не нравится там экономическая ситуация ему не нравится там и так далее я не могу сказать что нас экономическая ситуация конкретно как-то вот напрягала потому что оно было достаточно стабильно было не могу сказать что как-то резко ухудшалась тем более мы в москве жили и как-то мы понимали что то что у нас есть вот тут в доступе это то чего практически нигде в стране больше нет мы много ездили там по работе да далее мы знали то есть мы мы ценили то что у нас есть такая возможность вот но не это доставало вот я учился в институте связи пять лет за пять лет ни одной четверки не получил вот такой был круглый отличник просто я уже не знаю какую уже круглее не бывает и значит приходит время когда распределение нас на факультете 300 человек я там 2 иду там идет сумма значит академическая вот это вот 55 баллов до 50 и общественной работы значит короче вот по совокупности всех этих дел не дать я на втором месте иду из 300 и технически это значит что практически любая заявка которая приходит в институт из нее кб там разных мест я могу сказать вот я хочу сюда и меня туда берут это как бы задумка такая но все это происходит таким образом что вывешиваются списки значит какие есть места и люди начинают там ходить разговаривать я иду разговариваю там центральный научно-исследовательский институт связи с не из я и позвоню в этот сниз меня говорят да отлично портнов михаил петрович там круглый отличник приходи чтобы они на меня запрос сделали заявку лично персональную чтобы меня с распределения прямо к ним и значит заполняю там чего-то мне звони там вот ну там когда я туда ехал это же не то не сейчас как по интернет там нет нет едешь туда значит заполняешь ну как положено там ну то есть сначала начинается что портнов михаил петрович пятьдесят шестого года рождения потом и еврей написано ну как вот всюду так в паспорте так всюду еврей после чего ты звонишь те говорят вы знаете вы больше не звоните тут у нас как-то в общем непонятности там возникли там еще что-то у них возникло потом научно-исследовательский институт радио значит потом их их было я уже не говорю про ящики такие знать кондовые из там есть благая девятка то есть министерство как бы оборонного комплекса вот в частности в девятке было такое министерство промышленности средств связи например да это даже я мы об этом даже не говорим мы говорим о предприятиях министерства связи которое зачуханное было как я не знаю что вот и не петры пыры никуда не берут и в итоге взяли меня значит в это цкб министерство связи пришло нас туда с выпуска 16 человек и значит одна была русская девочка жила в доме напротив она пришла в кадры и договорилась и вот на нее был запрос значит остальные вот нас было 15 человек значит вот и никуда нас не брали вот пятачек евреев из 16 это не то что весь институт связи был еврей не дай бог там может быть было там не за 15 процентов нет но вот как на работу так значит вот но короче к чему я рассказываю и вот это ощущение как сказать продали тебя предали с потрохами с кишками вот ты растешь и тебе рассказывают про советскую власть про революцию а про братство и равенство народов про все вот это вот тебе рассказывают понимаешь и у тебя дед который 10 месяцев по госпиталям там контуженный было во время великой отечественной там и так далее отец там всю жизнь военнослужащий там с двадцати лет и вот и вот выясняют что ты вражина поганая тебя на работу даже не берут не в ящик не в ящик просто не берут с твоими талантами пятерками шматерками можешь подтереться и нету частного бизнеса и нету там кооперации никакой и нету ничего понимаете я я же инициативный я бы с удовольствием что-то такое сам делал вот как парень вот ему 18 лет он начал что-то делать я господи да если в наше время вот так можно было понимаете он как в америке живет на самом деле ну ну конечно там внешние обстоятельства не американские но по сравнению с тем как мы когда-то жили вот как мы мои 24 года слава богу что в 36 лет прошло да но он он почти как в америке ну по тогдашним понятиям бизнес у него там туда-сюда в бизнесе дела могут идти лучше или хуже у меня в бизнесе я вам скажу у меня был оборот в двухтысячном году у меня был оборот 4 миллиона а где-нибудь там рецессия была интернет бума валился и я в собственном бизнесе я тоже работал там по 15 часов в день а я сейчас так работаю я сутками работаю но был момент вот с четырех миллионов оборот в 2000 в двухтысячном году она дошла там тысяч там сейчас я скажу всем втором году у меня был оборот семьдесят две тысячи 2004 году семьдесят две тысячи четырех миллионов пойти я все это вот пережил там на себя вытащил и так далее так что понимаете жаловаться на то что вот тут ухудшилась там ухудшилась здесь и хочет а ты 20 лет побудь в бизнесе вот той же америке и ты посмотришь сколько раз ты закроешь один начнешь другой где у тебя убытки будут где на тебя банкротство повесят там или еще что то это тоже все знаете такое дело то есть чтобы я сказал вот вот то что он жалуется конкретно на экономические условия тут ухудшается там чего-то конечно когда тебе 24 докажется что там ближайшие там не знаю пару-тройку лет это вечность может быть а когда тебе там 60 ты смотришь назад и говорю что такое 10 лет правда но но здорово что 24 я прям завидую честно о господи 24 года и он уже инициативно на 6 лет фактически в бизнесе господи конечно ему бы здесь вот этим да с такими талантами то мама родная прям ну что сказать мы возвращаемся к иммиграционному аспекту значит и я бы честно сказать хотел видеть вот во всей этой истории что-то кроме грязи или там воздух какой-то не такой там или быдло какое-то там чтобы что-то такое было чтобы он понял что он жить там не может вот не то допустим у него экономически стало лучше вот я не знаю что нефть подорожала и вдруг там бизнес и перестали выходить из бизнеса и вдруг что-то такое у него там происходит и он тогда нормально значит вот скажи себе если все вернется и мне будет нормально не надо никуда ехать ну сиди там и и ты это не это не повод вот по большому счету это не повод скажем там свою страну променять на какую-то не свою если страна не совсем своя ну тогда давай об этом поговорим кроме быдло и воздуха загрязненного поэтому он чувствует он чувствует какие-то вещи но там конфликты это сейчас вот такие конфликты это что сейчас это настолько не конфликты по сравнению с тем что было вот какое-то время назад в чечне вопрос молодой был не помнит что в чечне был а я помню еще афган вот поэтому она конечно конфликты но это это даже ну даже не один процент понимаете от того что было в чечне для того что было с афганом вот поэтому я не я не думаю что вот эта часть она как-то уж так прямо реально вот еще раз если бы он не сказал мне мне допустим противно что моя страна там занимается вот такими такими тебе противно я я не хочу с этим иметь дело это одна один разговор этот год я боюсь это приведет к третьей мировой войне я не думаю я нет я пока не вижу вот такого я пока не вижу хотя безусловно люди которые в кремле сидят остается только надеяться на их благоразумие потому что ни на что больше надеяться нельзя то есть скажем народ там какой-то воле изъявления какие-то выборы перевыборы там или что то это конечно абсурдная вещь и но никто же не хочет там самоуничтожиться вот из принципа например это не те ребята они не идейные они миллиардами тащат деньги из страны воруют чё же им тут устраивать мировую войну что вы из них делаете вот так что это же не коммунисты какие-нибудь так ну гопники да вот значит иммиграция значит искать клиентуру на западе нужны ли на западе люди которые в россии там чего-то делают ой ей богу не надо те этого вот я честно нельзя профукать какой-то талант большой задатки какие-то нет нельзя их профукивать вот так те дано много значит тебя спросится много давайте спросится много иди и делай по максимуму значит сможет ли жена быть акушерской сестрой господи ты боже мой вы даже не представите как она запросто сможет быть акушерской сестрой то есть это конечно какое-то усилие но девочка молоденькая и опыт уже есть и ну конечно нужно по-английски говорить конечно нужно все вот я я знаю массу народу которые были там медсестрами которые в америке медсестры насчет того чтобы стать именно врачом это сложнее но в тот момент когда вы будете в состоянии свою жену материально поддержать вот на этом пути она прекрасно станет врачом она очень 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 молодая я знаю людей которые приезжали из-за но буквально за пару лет подтверждали там все что нужно подтвердить там и и шли в бой но еще раз это это разные люди у них разная энергетика у них разные там трудолюбия трудоспособность и так далее даже если случится за пять лет например тоже ничего страшного не будет ну так она в 35 станет врачом понимаете но таким уже американским полноценным врачом да вы чего не не так плохо совсем давайте здесь врач как я даже не знаю это еще не олигарх конечно там российский но это уже большой человек смысле дохода в смысле социального статуса там и так далее и так далее и так далее вот что касается самого значит евгения 24 лет из города ростов-на-дону у него фактически есть неограниченный оперативный простор сейчас он там какие-то сайтики там и так далее но знаете как вот в песне сегодня ты на брайтоне блистаешь а завтра может выйдешь на бродвей давайте уже съезжайте с брайтона приезжайте на бродвей тут тут есть где выступить значит никто не знает кем станет евгений через пять лет через 15 лет через 30 лет и так далее но все что он может достичь в этой жизни он достигнет ему никто не будет мешать я не уверен что когда-то все бросят ему помогать как-то вот так вот именно но но уже мешать то точно никто не будет ему и сейчас ведь никто особенно не помогает они судя по истории у него там тут отрезают концы там отрезают концы здесь а он стоит держится там все такое господи да и если бы свои 18 лет тут начинали я себе только представить могу кем бы евгений сейчас было поэтому следующий вопрос как они приедут как они легализуются как это все произойдет это это как бы потом уже и это все тема у нас на канале очень разработанная поэтому я бы сейчас даже не лез в эту сторону сказал бы что езжай сюда так и давай как бы карты тебе в руки и все все нормально счастливо ребят